Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Для Хэмилтона трасса в Олимпийском парке стала счастливой. В Сочи завершился этап российского гран-при Формулы-1. В Сочи может появиться новый поселок. Как на это смотрят жители района, узнают с помощью масштабного опроса. 11 протоколов за три часа. В Сочи прошел рейд по выявлению нарушителей иностранцев. Взять мешок с деньгами и побыть в роли инкассатора. Такую возможность сочинцам предоставили в казначействе. В Сочи завершился этап российского гран-при Формулы-1. Старт основной гонки. Далее заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С вице-премьером глава региона также посетил Поддог и Пит Лейн. Победу уже в четвертый раз на трассе Сочи автодрома одержал британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его партнер по команде Валтери Боттас. Тройку лидеров замыкает пилот Феррари Шарль Леклер. Российский гонщик итальянской команды Торро-Роса Даниил Квят, стартовавший с предпоследнего места, отыграл 7 позиций, заняв в итоге 12 место. Напомню, Формула-1 проходит в Сочи уже в шестой раз в этом году. На российский этап соревнований было продано 37 тысяч билетов. Более 30 сотрудников и военнослужащих Росгвардии выполнили нормативы ГТО в Олимпийском парке. Спортивное мероприятие организовало в Сочи Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Выполнить нормы ГТО в рамках спортивного праздника могли все желающие. На площадку приходили и простые сочинцы, и спортсмены в мероприятии. Приняли участие и росгвардейцы, и правоохранители выполнили упражнения на гибкость, пресс, отжимались, потягивались, прыгали в длину с места, выполняли рывок. Гири весом 16 килограммов, а также пробежали короткую дистанцию. Спорт – это то, что делает человека по жизни целеустремленным, выносливым, настраивает на то, чтобы любое дело было с результатом. Впервые пришла нам такая идея – организовать большой вот этот праздник и сдачу норм ГТО. И потому что здесь постоянно люди, мы понимаем, что спорт сегодня в тренде. Когда пришли ребята сдавать, да, росгвардейцы, нас, я не могу сказать, что это просто порадовало. И многим, конечно, спортсменам можно дать пример физическую форму росгвардейцев. То, что демонстрируют ребята, то есть только подчеркивает, что спорт в войсках и в росгвардии – это на первом месте. Все участники продемонстрировали хорошие результаты, которые зафиксировали судьи Центра тестирования ГТО. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края вручил росгвардейцам сертификаты, подтверждающие выполнение испытаний. Бизнес-партнерство и налаживание гуманитарных связей – как основные направления сотрудничества между Краснодарским краем и Германией. О развитии деловых отношений говорили губернатор региона и полномочный посол Федеративной республики в России. Для Гезы Андреаса фон Гайра это первый визит на Кубань. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что Германия – это главный европейский партнер для региона. В Крае работает и хорошо работает около 30 компаний с немецким капиталом. Для нас это принципиально важно, потому что они есть вот этот индикатор комфорта работы в нашем регионе перед другими иностранными инвесторами. Инвесторам должно быть комфортно с точки зрения правового поля и тех преференций, которые мы для них сдаем. Правовое поле должно быть понятным, прозрачным и на самом деле оно должно работать. Работать и они должны чувствовать свою защищенность, юридическую защищенность, правовую защищенность в нашем регионе. Мы стараемся для этого сделать все возможное. Для нас принципиален сегодня их заход, их инвестиции, потому что еще раз подчеркну, для нас это новые предприятия, новые рабочие места, новые налоги. И мы максимально задержаны в том, чтобы было им здесь комфортно. В прошлом году внешний торговый оборот между Кубанией и Германией составил 303 миллиона долларов. В Краснодарском крае работают в том числе и такие мировые гиганты, как Клаас, Кнауф и Штиль. Геза Андреас фунгайр подтвердил, что в регионе делают все возможное, чтобы создать максимально комфортные условия для зарубежных инвесторов. Инвестиции основываются на доверии, на предсказуемости отношений. Немецкие фирмы присутствуют на Кубани, другие европейские фирмы тоже. И немецкий бизнес рад быть здесь. Это говорит вашу пользу. Краснодарский край показывает большой потенциал. Я уверен, другие немецкие компании увидят, какой потенциал уже есть и что можно достичь совместной работой. Иностранный бизнес проявляет интерес к Краснодарскому краю, несмотря на ряд политических разногласий на государственном уровне. Очень важно даже в таких условиях сохранять двустороннее общение. Об этом говорили уже на форуме «Петербургский диалог». Площадка посвящена укреплению российско-германских отношений. Впервые мероприятие прошло на Кубани. Независимо от внешних колебаний в различных сферах, расхождении во мнениях, форум «Петербургский диалог» остается в некотором роде островком стабильности для гражданских обществ наших стран. Мы зарекомендовали себя как успешный проект, который крепко стоит на ногах, но при этом идет в ногу со временем и отвечает вызовам современности. Главная тема форума – культура как объединяющая сила Европы. Участников поприветствовал губернатор. Вениамин Кондратьев обратил внимание, что именно культурные связи могут дать новый импульс в развитии современного общества. Наша культура, культура любой страны, она формирует поведение человека в обществе, формирует незримо. Об этом мы тоже не задумываемся, о этой очень сильной роли культуры. Потому что культура – это связь поколений, это связь традиций. И если культура на высоком уровне, то общество уже развивается гармоничным изначально. Мы говорим об экономике, и, безусловно, это правильно. Но давайте задумаемся, насколько нужен рост этой экономики, неважно какой страны. Если параллельно с ростом экономики, ростом благосостояния жителей любой страны, не будет роста нравственности. На Кубани наше наследие, наша казачья культура очень намечтима и уважаема. Мы сохраняем сегодня те традиции, которые к нам пришли из глубины веков. Традиции общения в семье, традиции в целом, которые обуславливают сегодняшнее состояние общества нашего региона. Форум гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» был создан по инициативе президента Владимира Путина в 2001 году. Тогда саммит проходил в северной столице нашей страны. После чего ежегодно площадка поочередно собирается в регионах России и Германии. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Совета при полпреде президента в Южном федеральном округе. Совещание, посвященное молодежной политике, прошло в формате видеоселектора. На связь с полномочным представителем главы государства Владимиром Устиновым вышли все руководители южных субъектов, в том числе губернатор Краснодарского края. В нашем регионе развитие молодежного движения имеет стратегически важное значение. В этом году в различных фестивалях и форумах приняли участие более 100 тысяч человек. С каждым годом растет и число военно-патриотических клубов и казачьих объединений. Только в Союзе казачьей молодежи Кубани состоят более 100 тысяч юношей и девушек. Кроме того, в регионе активно занимаются волонтерством. Бесплатными помощниками являются почти 34 тысяч молодых людей. Они работают на крупных спортивных соревнованиях, экономических форумах и не только. Добровольческое движение в крае – одно из самых масштабных в России. В регионе также уделяют большое внимание поддержке талантливых ребят. В рамках реализации нацпроекта «Образование» планируется построить центр для одаренных детей по принципу Сочинского фонда «Талант и успех». Алексей Копайгородский встретился с национальными объединениями Сочи. Представители диаспор обсудили с главой города актуальные вопросы и дальнейшую работу совета. На курорте проживают представители свыше 100 этносов. Несмотря на то, что Сочи – один из многонациональных городов страны, межэтнических конфликтов здесь нет. И, как отметил мэр, во многом благодаря работе нацобъединений. Ко всему прочему, в городе делается всё, чтобы представители всех национальных общин, в первую очередь молодёжь, учили историю своих народов, знали традиции. И общая задача сегодня, подчеркнул Копайгородский, сохранить и приумножить всё то хорошее, что было достигнуто за последние годы. Вы сами знаете, какие мероприятия будут проводиться. Саммит «Россия-Африка», большое количество гостей будут за все страны, которых пригласил наш президент. Поэтому, опять же, будем опираться только на вас, на население. Вы видите, что мы сейчас активно встречаемся со всем населением, впитываем все проблемы, чтобы как раз до завершения финансового года, чтобы избить бюджет муниципальный и попадание во все кровьи программы, мы учли интересы каждого жителя и всех общественных организаций. С 90-х годов на курорте действует Общественный совет национальных объединений города Сочи. В его составе 36 диаспор. У нас есть славянские, русские общества, кавказские или серо-кавказские общества, западный блок, у нас и немцы, и македонцы, и сербы, и поляки, и эстонцы. Мы с удовольствием участвуем и в городских мероприятиях, и в каких-то необходимых направлениях, которые касаются нашего профиля. Национальные общины Сочи принимают участие в городских районных мероприятиях, приуроченным государственным и иным датам, а также проводят национальные праздники и этнофестивали. В канун празднования Дня народного единства национальной общины совместно с мэрией курорта по традиции запланировали провести спартакиаду и фестиваль национальных культур «Этна Сочи». Забег, конкурс красоты и ярмарка в Сочи отметили День Красной Поляны. День поселка и его жители отмечают ежегодно седьмой год подряд. В этом году, несмотря на дождь и пасмурную погоду, в праздновании приняли участие более 600 жителей поселка. Начался праздник с традиционного мотопробега с участием байкерских клубов. Сразу после прошел традиционный забег «Краснополянская верста». В нем участвовали около 200 человек. Также прошел футбольный матч. Играли команды горнолыжных курортов, МЧС и жители поселка. Селяне впервые за три года вернули себе переходящий кубок. А в парке прошел концерт и развернулась ярмарка с угощениями. «Красная Поляна» благодаря Олимпиаде превратилась в курорт с мировым именем Центр горнолыжного спорта и туризма. Поселок продолжает развиваться и сегодня. В этом году там открыли новый стадион с искусственным покрытием. В следующем году планируется строительство школы на 640 мест и детского сада на 80 мест. Добавлю, что «Красной Поляной» поселок по одной из версий назвали греки, которые переселились сюда в 1878 году. Спустя два десятилетия поселок получил статус города и имя «Романовск». Но это название так и не прижилось. В 1950 году населенный пункт получил статус поселка городского типа. В Сочи может появиться новый поселок. Для его создания проведут опрос. С 8 по 13 октября пройдет опрос населения по созданию в Сочи новой административной единицы поселка городского типа «Сириус» на территории эмеретинской низменности. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В вопросные листы будут внесены два вопроса. Согласны ли вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы поселка городского типа? И второй вопрос – согласны ли вы с присвоением ему наименования «Сириус». Для проведения опроса в районе будет создано пять специальных участков. Организацией опроса займется специальная комиссия. В Адлере 1 и 2 октября не будет газа. Причина – плановые работы на газопроводе высокого давления. В связи с этим с 8 утра до 5 вечера возможно отключение газа в жилых домах и коммунально-бытовых объектах на нескольких улицах. Полный список вы видите на экране. Подключение газа начнется сразу по окончании работ. Для этого абонентам необходимо обеспечить доступ сотрудникам газовой организации и иметь действующий договор на техобслуживание газового оборудования. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 1 октября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 22. В Сочи за три часа составлены протоколы на 11 водителей из Абхазии. Рейд по нарушителям иностранцам прошел на посту ДПС ПСУ рядом с государственной границей России. Сотрудники госавтоинспекции Сочи выявляли лихачей на иностранных машинах. Номера подъезжающих автомобилей сверяли с информацией в базах данных ГИБДД и в случаях выявления нарушений, зафиксированных камерами, на водителя составляли административный протокол. Электронная схема и ранее фиксировала номера иностранных государств, но до сегодняшнего дня постановления о штрафах не выносились. Министерство внутренних дел разобралось в ситуации и все центры автоматической фиксации в России получили алгоритм работы с такими нарушителями. Нарушитель, который фиксируется сотрудниками ДПС, есть возможность распечатать постановление, пробивается по базам, которые есть у нас в ЦАФАПОВДД. И в случае, если есть нарушение у этого гражданина, независимо от того, это в Сочи или под территорией Краснодарского края, выносится постановление и под роспись ему вручается. Процесс оплаты в данном случае точно такой же, как и для жителей Российской Федерации. Также в течение 20 дней штраф можно оплатить со скидкой 50%. За три часа работы инспекторы составили 11 материалов на жителей Абхазии. Кроме того, в ходе рейда на двух водителей составлены протоколы за управление автомобилем без страховки. Со стекол 18 машин снята тонировка. Такая работа будет организована не только на территории Сочи, но и на всех постах в Краснодарском крае. Взять мешок с деньгами и побыть в роли инкассатора. Такую возможность сочинцы получили в минувшие выходные. В городе впервые свои двери открыл расчет на кассовый центр Банка России. Вход в казначейство 28 сентября был свободным. Этим воспользовалась и наша съемочная группа. На просвет видны водяной знак, линия защиты. При наклоне она полностью видна сплошной одной полосой. Водяные знаки, микроперфорация, кип-эффекты, специальные метки. Проверить содержимое своего кошелька на подлинность сможет каждый и без специального оборудования. Достаточно знать, на что обращать внимание. Эти и многие другие банковские технологии были представлены в рамках Дня открытых дверей. Мы хотим познакомить наших сочинцев, жителей края, с мегарегулятором финансового рынка. Какие современные средства платежа применяются. О безопасном покупках в интернете. О том, как обезопасить себя и своих близких от финансового мошенничества. Желающие могут прослушать лекции на разные финансовые темы. Всероссийский день открытых дверей во всех отделениях Банка России прошел в четвертый раз. А в Сочи здание, построенное в 1912 году как казначейство, впервые открыло свои двери для посетителей. С прежних времен сохранились только балконы. И то не обошлось без реконструкции. В подвалы, где хранятся деньги, естественно, никого не пустили. Но на первом этаже гости могли ознакомиться с сайтом по финансовому просвещению. Портал рассчитан на широкую аудиторию с разным уровнем знания экономики и разными финансовыми возможностями. А в процессе деловых игр можно было узнать, как рассчитать личную инфляцию с помощью мобильного приложения. Ознакомиться с биометрией и коллекцией памятных монет. Но особенно привлекательным для сочинцев стал реквизит инкассаторской службы. Посидеть за рулем инкассаторской машины такая возможность предоставляется довольно-таки редко. Но в день открытых дверей это можно было сделать. Кроме того, одеть специальную экипировку. Двухкилограммовый шлем и восьмикилограммовый бронежилет. Когда на тебе 10 килограммов, это довольно-таки тяжелая ноша. При этом нужно думать о сохранности денег, которые ты перевозишь. Но здесь, конечно же, все деньги были ненастоящими. В реальности работа инкассаторской службы очень сложная и ответственная. И там уж точно не до селфи с деньгами. Сюда, как говорится, просто с улицы людей не берут. То есть они проходят специальную подготовку, специальное обучение для того, чтобы работать в инкассации. Ответственность эта очень большая, потому что у тебя ценности, у тебя оружие. Они психологически должны быть готовы ко всем ситуациям. То есть, как говорится, крутить головой на 360 градусов, смотреть, чтобы где-то, как говорится, не попасть в неприятную ситуацию. Для любителей оригинальных селфи был и большой денежный мешок из настоящего только названия. С фейковыми банкнотами играли и дети. Они участвовали в викторинах и разгадывали ребусы, чтобы потом во взрослой жизни находить правильные ответы на финансовые вопросы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ярмарка недвижимости прошла в Сочи. В минувшие выходные она развернулась в фойе Зимнего театра. Ярмарка собрала основных игроков на рынке недвижимости Сочи. Это ведущие риэлторские организации, застройщики, банки и страховые компании. Посетители могли получить консультации по подбору и оценке объектов и другую полезную информацию о недвижимости. Проходят юридические консультации. Очень широкая, разнообразная деловая программа как для населения, как правильно, выгодно и безопасно купить недвижимость в Сочи. Также мероприятия и семинары для риэлторов и специалистов в отрасли. Рынок недвижимости в Сочи – один из самых привлекательных, но имеет свои особенности. Для того, чтобы максимально защитить себя от различных ошибок, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами, отмечает президент гильдии риэлторов в Сочи. Не все риэлторское сообщество высоко профессионально. И мы имеем порой плачевные результаты. Нам выставка нужна в первую очередь для того, чтобы население и приезжающие могли получить хорошую информацию о недвижимости, о рисках каких-то, с которыми они должны быть ознакомлены, для того, чтобы выявить нам, привлечь в риэлторское сообщество профессионалов рынка недвижимости. Что касается развития профессионального сообщества, то этому вопросу на ярмарке недвижимости уделили особое внимание. Представители риэлторских компаний приняли участие в мастер-классе, а на стенде гильдии риэлторов в Сочи прошла аттестация. Экзамены сдавали агенты по недвижимости, проработавшие в отрасли больше года. Сегодня и правительство Российской Федерации, и профессиональное сообщество идут к тому, чтобы рынок был более цивилизованный, поэтому в ближайшее время будут утверждены, они уже сделаны, торгово-промышленные палаты, стандарты профессиональной риэлторской деятельности. Из определенных документов работать на рынке недвижимости в Сочи будет нельзя. Ну а главной задачей ярмарки недвижимости – дать возможность ознакомиться с местным рынком и разобраться в его особенностях, найти свой деловой интерес в регионе и установить контакты с будущими партнерами и клиентами. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи подвели итоги самого престижного конкурса в сфере индустрии развлечений России. Благодаря этому проекту на протяжении 17 лет специалисты могут повышать статус своей компании и получать признание коллег. Ну а символом победы по традиции становится хрустальное колесо. Кто получил его в этом году, узнаем из следующего материала. Итоги форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха подводят в 17-й раз. И если раньше за главный приз боролись исключительно российские парки, то теперь хрустальное колесо знают во всем мире. Конкурс проходит по 19 номинациям. Это лучшие открытые и крытые парки, аттракционы и мероприятия. Также жюри выбирают самого креативного руководителя в индустрии развлечений. В этом году им стал владелец сочинских дельфинариев, зоопарков и развлекательно-образовательных комплексов и выставок предприниматель Давид Сагаян. Приглашаем на сцену генерального директора сочинских дельфинариев, зоопарков и развлекательно-образовательных комплексов и выставок Давида Томасовича Сагаяна. Ваши аплодисменты, друзья. Это значит признание, значит то, что мы действительно кому-то нужны, и это стимул для дальнейшего развития, для того, чтобы дальше придумывать что-то интересное, облагораживать наш край развлечениями, разными развлекательными парками, центрами, животными и без, неважно. Главное все это делать, так как город – курорт, и на самом деле это очень важно, это очень большая составляющая курорта, это развлечение. Не только развитие сферы развлечений на курорте заботит Давида Сагаяна. Большое внимание он и его коллектив уделяют проектам по оздоровлению и развитию детей с физическими ограничениями. Дельфина и ипотерапия уже дают хорошие результаты, а недавно открылся коррекционный центр. Очень правильно развиваться именно в этом направлении. И конкурс высвечивает те направления, которые будут актуальны в будущем. Не только на сегодняшний день, но и в будущем. И естественно популяризируют эти направления и популяризируют нашу отрасль. Ежегодно Краснодарский край в числе победителей международного конкурса. Несколько раз главную награду получал парк Ривьера. В этом году «Хрустальное колесо» в пятый раз достается самому крупному и первому тематическому парку в России – Сочи-парку. А это значит, что индустрия развлечений и отдыха на курорте на высшем уровне. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok